МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ОТС продолжает программа экстренный вызов. Меня зовут Мария Никитина. Здравствуйте. В 2002 году приехал я в город. В Новосибирске. В гости к моей сестре родной. Пришел этот фамилия, не знаю. Он пришел, начал нас оскорблять. Мать мою ударила. И потом еще и ножик открыл. Мне деваться некуда было. Я тоже открыл ножки. Я его порезал. Поясните, куда мы прибыли, куда необходимо следовать дальше, когда и что здесь происходило. Ну, вот в этом доме все это произошло. Через гора заход и по двору. Давайте про себя, да. Несмотря на то, что с момента жестокой расправы над новосибирцем минуло два десятка лет, злодей помнит каждую деталь, где и как он совершал преступление. Мы вышли из этой деревьей. Мы с краем сюда зашли. Я его чуть-чуть отолкнул от себя. Я вытащил нож. Сколько ударов нанесли? Или три, или четыре. Еще раз продемонстрируете, каким образом? Вот так вот. Дзержинский районный суд принял решение взять фигуранта под стражу. До середины декабря, пока идет следствие, он будет находиться в СИЗО. Дело о по-настоящему чудовищном преступлении сегодня начал рассматривать Новосибирский областной суд. На скамье подсудимых. 18-летний парень, которого обвиняют в кровавой расправе над беспомощной пенсионеркой. В дом потерпевшей воришка наведывался дважды. Вторая вылазка закончилась убийством. Житель села Новонекольск Станислав Вальков только в феврале отметил свое совершеннолетие, но судят его не впервые. В прошлом году он украл ноутбук у заслуженного педагога Валентины Перковой. Получил условный срок, вернул украденную вещь законной владелице. А этой весной, приняв на грудь горячительных напитков, злоумышленник вновь наведался к пенсионерке с корыстными целями. В ходе следствия установлено, что в ночь с 9 на 10 марта в одном из сел Старкского района Новосибирской области обвиняемый незаконно проник в дом пожилой местной жительницы с целью завладения ее имуществом. Увидев, что хозяйка дома проснулась, молодой человек нанес ей один удар ножом в область шеи, после чего завладел имуществом односельчанки. В последствии мужчина спрятал тело женщины на дворной постройке, а сам скрылся с места преступления. Обнаружив труп убитой, родственники тут же сообщили о случившейся трагедии в полицию. Задержали юного душегуба по горячим следам. На допросах в СК он не стал отпираться и дал признательные показания. В Новосибирском областном суде началось судебное следствие по уголовному делу в отношении Валькова, который обвиняется в краже чужого имущества, а также в том, что в ночь на 10 марта 2023 года он незаконно проник в дом пожилой потерпевшей, где совершил на нее нападение, в ходе которого нанес ей удар ножом в область шеи и причинил смерть. После этого он похитил имущество потерпевшей общей стоимостью около 6 тысяч рублей. Добычей предполагаемого преступника вновь стал пресловутый ноутбук, а также веб-камера, колонки, оптическая мышь и 450 рублей наличными. Валентине Перковой было 84 года. Полжизни она посвятила преподаванию русского языка и литературы. Уже на пенсии писала статьи для сельской районки. Вину в расправе Вальков полностью признал. Грозит подсудимому серьезный срок, вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме нападения на учительницу Станиславу вменяют еще один эпизод. За месяц до убийства он обчистил автомобиль своего дяди. Сегодня потерпевшего, который, кстати, тоже находится в местах лишения свободы, допросили посредством видеоконференц-связи. Юные рэкетиры, которые называли себя Ашановской группировкой и терроризировали школьников из Калининского района Новосибирска, пойдут под суд. Следователи закончили разбираться в их уголовном деле, а прокурор утвердил обвинительное заключение. Правда, привлечь удалось лишь троих самых активных подростков. Наш канал предал ситуацию огласке в феврале, но тревожный звоночек раздался за несколько месяцев до эфира. Просто родители школьников, с их слов, долго не могли достучаться до правоохранителей. Да и пострадавшие дети боялись откровенничать даже с близкими. Их человек 60 по району беспределит. Возраст примерно от 14 лет и старше. Заправляет всей этой компанией некий Сергуня. Фамилию я знаю, но называть опасаюсь, потому что этот человек сидел. Говорят, тот самый Сергуня лихачил по району на своей фиолетовой семерке. Правда, последнее время на Снегирях она не появляется. Да и по уголовному делу ракетиров на скамью подсудимых сядут трое несовершеннолетних. Где остальные, тоже непонятно. Родители школьников уверяли, что на их детей нападали толпой. Мой ребенок ученик третьего класса, и у него постоянно вымогают деньги подростки. Абсолютно разного возраста они. То по пять, то по шесть человек собираются и вымогают. Он у меня берет то по 50 рублей, то по 100, очень часто. Он не сразу признался, он боялся. Статьи, по которым будут судить группу, вымогательство. В деле несколько эпизодов. Юные злодеи зажимали сверстников у магазинов, во дворах школ, торговых центрах и компьютерном клубе. У кого не было налички, ставили на так называемый счетчик. У других отбирали самокаты или снимали вещи. По версии следствия, в период с января по февраль 2023 года несовершеннолетние при личных встречах на территории торгового центра под угрозой применения насилия и в одном случае с его применением незаконно требовали у своих сверстников передачи денежных средств в различных размерах, в том числе по выдуманными предлогами наличия долговых обязательств. Уголовное дело будет направлено в Калининский район и суд города Новосибирска для рассмотрения по существу. Следователи главка МВД довели до суда резонансное дело о хищении двух миллиардов под видом оказания брокерских услуг. Посредники-аферисты работали не только в столицах, Питере и Москве, но и в еще восьми регионах. Офисы были открыты и в Сибири. Эта преступная группа обчищала счета минимум 10 лет. Четверку уже финансистов обвиняют в 150 преступных эпизодах. Во время обысков правоохранители изъяли бухгалтерскую отчетность и документы, которые стали доказательствами по делу об особо крупном мошенничестве. Злоумышленниками были созданы филиалы, зарегистрированные в Республике Кипр организации. Хищение денежных средств граждан осуществлялось путем заключения клиентских соглашений на оказание услуг прямого доступа к международным фондовым рынкам от имени кипрской организации, где поверенным выступала одна из инвестиционных компаний. В действительности инвестиционной деятельностью они не занимались. Полученные активы перечислялись на подконтрольные счета компаний-нерезидентов, похищались, а затем легализовывались через девелоперские проекты. Криминальную четверку будут судить в Пресненском суде Москвы. Помимо 159-й статьи, аферистам предъявили обвинение в создании преступного сообщества. В дежурную часть линейного отдела МВД на станции «Инская» обратился 67-летний пассажир, у которого на платформе «Новогодняя» пропал телефон и банковские карты. Предполагаемого воришку вычислили, и он рассказал, как было дело. Что было 11 числа в этот день? Взял телефон, положил телефон и ушел. 42-летний задержанный оказался рецидивистом со стажем. Он уже был неоднократно судим, в том числе за воровство. Гаджус заметил на скамейке и, недолго думая, присвоил его. Вернувшись домой, нашел в чехле еще и карту с пин-кодом, с которой снял больше 25 тысяч рублей. Смартфон вернули хозяину, а вот наличку злодей успел потратить. И последнее в регионе завершилась масштабная операция «Алкоголь». Правоохранители искали на прилавках нелегальную спиртосодержащую продукцию. Были проведены так называемые контрольные закупки. А всего полицейские посетили больше 150 точек. Изъяли свыше 3000 литров суррогата и заставили 45 административных протоколов. В том числе за сбыт алкоголя без лицензии и реализацию продукции, которая попадает под запрет или ограничение. Возбуждены и уголовные дела. На этом пока все. Если вы сняли видео, происшествие или преступление, присылайте его нам на редакционный ватсап номер 8 983 510 2005. Подписывайтесь на наш канал в телеграме экстренный НСК. В студии работала Мария Никитина. До встречи на ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok